Директор и владелец компании Краматорской компании Arial. Автоматизация бизнес-процессов в бухгалтерском учёте. Раз, раз. Здравствуйте. Меня зовут Зайцев Павел. Я руководитель самой старой в городе Краматорске, наверное, во всей Донецкой области, айтишной фирмы Arial. В этом году нашей фирме исполняется 30 лет. Создались мы ещё во времена Советского Союза. На заре кооперативного движения. Выживаем и очень даже неплохо. Чем мы занимаемся? В двух словах. Мы занимаемся автоматизацией бухгалтерского учёта. Свой комплекс у нас написанный полностью. Занимаемся биллинговыми системами. То есть незримо. Вы как бы все знаете о существовании у меня, нашей фирмы. В частности, мы работаем с Краматорскими коммунальными предприятиями. Водоканал, теплосеть, служба единого заказчика, КТП. То есть вы, когда идёте, получая справку о составе семьи, на самом деле вы получаете продукт нашей компании. Кроме того, все получаете единую городскую квитанцию, которую также делаем мы. Этот продукт был, наверное, один из первых в Украине. Мы его создали. Но после этого пошла по всей Украине такая вот нота. Ну и занимаемся автоматизацией, собственно говоря, бизнес-процессов промышленных предприятий. Сейчас мы запускаем в Харько реаверационный завод. Ну, чтобы вы понимали, то есть фирма с большим багажом знаний, с большим багажом практики, с большим опытом за плечами. Работники нашего предприятия, программисты, работают, ну бывшие, работают в Великобритании, в Канаде, в Израиле. Но это не о том, что текучка большая, а о том, что, в общем-то, потенциал программистов очень высок. И люди чувствуют возможность после достаточного роста, чувствуют себя уверенным, чтобы можно было расти дальше. Мы провели анализ. Я попросил своего товарища, профессора Донецкого национального технического университета, а теперь Киевского политеха, после известных событий. Он провел анализ своих студентов, айтишников. И вот, что, собственно говоря, мы выяснили. Из всех студентов и выпускников, 5% уезжают за границу и нормально устраиваются. 15% это потенциально работники украинских айти-компаний. 37%, к сожалению, уходят работать дворниками, слесарями, домохозяйками и прочее, прочее. То есть для них эти знания оказываются нефундаментальными и незначимыми. Ну, а, собственно говоря, мы работаем, ведем речь об оставшихся 43%, которые составляют мозговой потенциал Украины. И те, которые, собственно говоря, рождают, ну, плюс 15%, которые рождают ВВП нашей страны. Когда молодой специалист приходит на предприятие, в частности, мое, возникает определенный диссонанс между его ожиданиями и моими требованиями. Ну, не моими, а требованиями руководителя предприятия. То есть молодой специалист желает большую зарплату, личный кабинет, скоростной интернет, там, бонусы, фишки, спортзал, фитнес, социальный пакет и так далее. Руководитель же обычно желает того, чтобы программист знал 10 языков программирования, знал всевозможные базы данных, как рыба в воде. Ну, и кроме того, как бы бонусом, чтобы умел поремонтировать, там, компьютер, принтер, протянуть сеточку и так далее. То есть мы понимаем, что, в общем-то, из тех 43% молодых людей, которые выйдут из института, в общем-то, требования будут достаточно интересные, специфические, и их можно назвать многостаночными. В частности, должен студент, как мы понимаем, ну и как, в общем-то, предлагаем, должен знать о сыпух учета, потому что он должен прийти на рабочее место Марии Ивановны и объяснить ей, почему у нее не включается, не работает компьютер, потому что он просто не включен в сеть, почему не отправляется МИДОК и так далее, и так далее. В общем-то, собственно говоря, мы этим в основном и занимаемся. В Украине, как мы прочитали по статистике, 1,2 миллиона зарегистрированных юрлиц, то есть это и малые предприятия, и большие предприятия, и, грубо говоря, и ФОПы, и все остальное. Вот эти все миллионы с лишним юридических лиц так или иначе пользуются бухгалтерским учетом. То есть они либо пользуются стандартными решениями, вроде 1С, ПАРУС и так далее, либо пользуются какими-то узкоспециализированными решениями, как, например, наш завод НКМЗ и так далее. Вот. И когда молодой человек приходит на рабочее место, то его сразу погружают, спрашивают, что ж ты знаешь про 1С, например. Тут выясняется, что, в общем-то, знаний, полученных в институте, не совсем достаточно. Но, в общем-то, первый вопрос, который задает работодатель, который не говорит на бухгалтерское слово своему работнику, это забудь все, чему тебя учили в институте. В общем-то, у меня через мои руки прошло много студентов ДГМА, и, как показывает практика, знаний, обычно, полученных в институте, недостаточно. То есть студента приходится переучать практически с нуля. Вот. Ну и, собственно говоря, немножечко к саморекламу. Значит, мы разработали свой комплекс «Ариалоблик», который удовлетворяет всем требованиям современного бухучета. Считаю, что это один из лучших на данный момент комплексов. Почему? Потому что, когда мы, в общем-то, писали одну из последних версий, в общем, мы берем, смотрим на конкурентов, смотрим, кто чем дышит, и дело берем от всех самое лучшее. И, собственно говоря, в завершении своего коротенького, своей короткой панели, я что хочу сказать. В общем-то, сегодняшняя конференция почти полностью посвящена веб-разработке, веб-дизайну. Ну, хочу сказать молодым людям, что это не единственное, чем можно заниматься программисту. То есть главное для вас поймать, понять, чем вы хотите заниматься, а будет ли это веб-дизайн, либо это будут какие-то там бухгалтерские, или биллинговые, или еще какие-то системы. То есть в любом случае мы должны понять сначала для себя, хотите ли вы этим заниматься, или не хотите. Язык программирования, либо система программирования, база данных обычно в этом случае не имеет принципиального значения. Вот как-то так. Спасибо. Вопросы. Давайте тебе вопросы, пожалуйста. Вы говорите, что студенты, которые приходят к вам, не совсем готовы к жизни в отрасли, и их приходится переучивать. Ну, судя по специфике, который у вас там был, на втором, кажется, слайде справа, справа, что ожидает руководитель, да? Извините, бухучет — это отдельная специальность. То есть для того, чтобы писать прикладные программы на любом языке для бухучета, это надо быть неславным специалистом бухучет. Потому как забрать в голове главную книгу, ну, продвинутый надо быть товарищем. И ИТ-шники с летом, ну, навряд. По поводу ИТ-шников, бухучет, я имею в виду. Расскажу одну легенду. Программист, один из самых старых в нашей фирме, который работает в данный момент в Великобритании, он выпускник, не выпускник, он не доучился в ДГМА, и когда он пришел сдавать информатику, или как она тогда называлась, у него был преподаватель Лябин, по-моему, так, попросил его написать, он говорит, я работаю в ИТ-шной фирме, занимаюсь тем-то, тем-то. Он говорит, ну, напиши мне там элементарный алгоритм на Паскале, сортировка там массива. Он написал этот алгоритм в одну строку. Это не будет работать. Будет, давайте проверять. Проверили, работает. В одну строку. Сортировка массива. То есть, ну, понимаете, я не хочу, как бы, критиковать, боже упаси, систему образования нашу, но она явно не успевает. И второе, второе, что студенты получают, возможно, избыточные знания, наверное, не свойственные ИТ-шной сфере. Поэтому, как бы, основу их учета. В любом случае, как бы, может быть, это непрофильная задача ИТ-шника, но тем не менее, если статистика говорит, что 43% остаются работать ИТ-специалистами, ну, давайте какой-то, ну, краткий курс 1С, краткий курс дебита-кредита какого-то проходить. Я не о себе лично говорю. Я говорю о том, что человек, пришедший ко мне с института, не знает элементарных вещей. Просто элементарных. Я не согласен, что 1С – это элементарные вещи. Нет, я не... Я считаю, что это специфика. Например, например, приходит ко мне выпускник института устраиваться с системным администратором. Ну, например. Я ему говорю, дай мне распайку RG45. Просто по цветам. А он этого не знает. Понимаете? Я понимаю, что это высшее образование, как бы, может быть, а распайку должен знать технарь. Может быть. Но когда его выпускают в поле, обслужить технику, обслужить программу, обслужить, поработать с людьми, а у него не работает сеть. А он не знает распайку. Потому что там где-то самая частая проблема. Кто-то неправильно помыл полы и порвалась сеть. То есть должен обладать базовым набором знаний практических. То есть не только теория. Как программировать там на языке там таком. То есть да, это интересно, но в жизни не всегда это специфические знания. А студент, как говорят, должен знать, обладать общими знаниями, чтобы знать, где посмотреть и научиться. Вот как-то так. С этим я согласен. Но все-таки правую колонку надо поменьше. Нет, в идеале, конечно, правая должна совпадать с левой, в идеале. Но обычно мы со своими работниками находим золотую серединку. То есть понятно, отпуск в Турции не гарантируем, но отпуск как таковой положенный экзотом и меньше. А куда ты его потратишь? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok